Лапта, резиночка, классики и пекарь. Новосибирцам предложили вспомнить дворовые игры. Нынешние дети о них, как правило, не знают. Сегодня школьников попытались отвлечь от планшетов, а взрослых от повседневных забот. Мария Черешнева тоже вспомнила детство. Случайному прохожему, который окажется сегодня в Нарымском сквере, стоит смотреть по сторонам и уворачиваться от всевозможного летающего спортинвентаря, тарелок, валанчиков. Дело в том, что сегодня здесь фестиваль дворовых игр. Это печальное такое. Сидят на лавочке и смотрят друг к другу в один какой-нибудь планшет или ноутбук, или компьютер, или еще что-то. И мы пытаемся как раз вызвать их в дворы на открытые зеленые зоны. Этого я не то, что 20 лет не делала, в принципе, никогда не делала. Так, надо еще раз зацепить и прыгнуть на вот эту. Ну, с Богом. Нет, перелет. Это же игра для девочек все-таки. Ну, вон, как видите, и мальчики играют. Это развивает маскулатуру. Вон мальчик сильный, играет. Совершенно забытая игра, лапта. От нее, кажется, только одно название осталось, правильно? Как в нее играть? Вот я не помню. На самом деле все просто. У вас бита, мы с вами в команде, противоположная команда стоит в поле. Все отлично. Бегите, бросайте биту, биту, бросайте биту. Еее, 25 очков мы заработали. Все, заработали? Yes. А это игра английских аристократов. В наших дворах ее никогда не практиковали. Крокет. Нужно шариком попасть в ворота. Так, попытка у меня одна. Оп. Ну, почти. Рука не набита, опыта нет. Что поделать? Для нас до сих пор актуально. У меня двое детей. Сколько? Им по 10 лет. И поэтому для меня как бы это не кончилось до сих пор. Поэтому, потому что мы играли, потом с детьми играем теперь. И, в общем, как-то не качается этот процесс. Игры не забыты. Энергии детей остается только позавидовать. А я вот 20 минут погуляла и устала. То ли жара, то ли возраст дает о себе знать. Мария Черешнева, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск.